Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Для детей из района южных культур пустят специальный автобус. Об этом заявил глава Сочи на встрече с местными жителями. Сочи вошел в десятку лидеров национальных туристических брендов. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Школьники презентовали свои собственные отели. В Сочи прошла профориентационная игра «Новый город». Стрелять краса границы должна не только глазками. Участницы конкурса сегодня демонстрировали мастерство обращения с табельным оружием. От строительного проекта до штукатурки. Последние разработки стройиндустрии заняли почти 20 тысяч квадратных метров. Представлены они на выставке «Югбилд», которая в эти дни проходит в Краснодарском экспограде. Новинки отрасли оценил Вениамин Кондратьев, а после встретился с ведущими архитекторами края. Главным вопросом стала застройка кубанских городов. С подробностями наши краснодарские коллеги. Плита толщиной всего в 2 сантиметра. И квартира спасена от постороннего шума. Не слышно ни соседей, ни городской суеты. При создании такой звукоизоляции разработчики использовали натуральный камень базальт. Поэтому материал экологически чистый. Данная разработка предназначена для увеличения комфорта проживания в многоквартирных домах. Толщиной всего 27 миллиметров, что позволяет по минимуму использовать жилое пространство. Толщина является основным преимуществом данного продукта. Помимо высоких акустических параметров, мы имеем минимальный забор площади жилой внутри помещения. В павильонах экспограда самые последние разработки в строительной отрасли. Кажется, здесь есть все для того, чтобы возвести дом своей мечты. От архитектурных проектов до отделочных материалов. Кирпичи, штукатурка, кровля, двери от резных деревянных до пуленепробиваемых. Отрадно, что на этой выставке большинство предложений именно от местного производителя обращает внимание Вениамин Кондратьев. Всего же завоевывать кубанский рынок приехали около 400 компаний из разных стран. В Краснодарском крае конкурентам только рады. Сегодня в целом власть и создали условия вам для конкуренции, чтобы вы развивались на равных условиях. И тогда на самом деле выиграет потребитель. То есть сегодня потребитель нашего края, потому что он выберет лучшее, но у него будет возможность выбора. Это самое главное, что сегодня мы можем создать. Возможность выбора для наших потребителей. Новые тенденции в строительстве микрорайонов на эскизах от архитектурного бюро. Основной акцент на озеленении и комплексном благоустройстве. Большие города, особенно Краснодар, не могут быть одноэтажными. Но тут важно правильно определить границы, где должны разместиться высотки, считает глава региона. Мы просто должны четко понимать, где мы строим небоскребы, где мы строим высотки, а где мы оставляем тот исторический Краснодар, который так мил сегодня краснодарцам. И вот сегодня мы должны соединить и современные Краснодары с небоскребами, с высотками, с масштабными такими архитектурными формами. И вот тот милый, родной, близкий каждому краснодарцу этот город. То есть это, конечно, историческая часть Краснодара. Уже на встрече с архитекторами и предпринимателями ведут откровенный разговор о проседании строительного рынка в целом по стране. Но даже несмотря на это, Краснодарский край остается лидером по темпам водожилья. Тем не менее, сейчас важно не создать так называемую затоваренность, предостерегает Вениамин Кондратьев. Бизнесменов губернатор призывает быть более гибкими. Сейчас в то время, когда максимально гнаться за прибылью не стоит. Потому что нельзя сказать, что какой-то сегмент строительного рынка может выжить, а какой-то нет. Или когда один просядит, а другой не просядит. Строительный рынок – это вот такой огромный механизм. Если он просядит, то он просядит весь. Поэтому я и обращался сегодня к строителям различных финн, компаний строительных, что они должны как бы интегрироваться друг в друга, чтобы вместе всем выжить. Не нужно рваться к высокой стоимости на свою продукцию, а где-то, может быть, и работать по нулям. Главное, чтобы работать. А потом, при условии, если только сохранить производство, можно намерстать то, что сегодня, может быть, и потеряли. За прошлый год в регионе построили 4,5 миллионов квадратных метров. Рост водожилья был отмечен уже и в январе 2017-го. И это с учетом новых требований, которые власть сегодня выдвигает предпринимателям. В первую очередь, это комплексное освоение территории. Рядом с многоэтажками обязательны социальные объекты и вся необходимая инфраструктура. Еще одно условие – внешний вид зданий. На сегодняшний день принято решение о том, что в количество обязательных процедур перед получением разрешения на строительство вошло согласование архитектурного облика объекта в разрезе кварталов, как новый объект, будь это административное офисное, торговое здание, либо это комплексная застройка, как архитектурно будет вписываться в существующую застройку. О том, что это требование выполнимо, говорит и многообразие строиматериалов на выставке. И оно вовсе не означает, что все постройки должны быть однотипными, замечает Вениамин Кондратьев. У каждого города Кубани должно появиться свое лицо. Люди уже устали от безликих многоэтажек. Палитра сегодня строительных материалов, она набирает цветовую гамму, если так говорить образно. И мы видим, что и новые сегодня производители появляются. Пусть они будут с иностранными брендами, но производство уже в нашем крае, в нашем регионе. И поэтому сегодня говорить о том, что у нас нет возможности сделать наши города красивыми, поколения, говорить не приходится. Не нужно уходить целиком в какой-то авангард, где-то может быть явно оставаться только на классике. Должен быть такой взвешенный, грамотный подход. Разные здания должны быть, но они должны быть комфортными для жителей. Вот здесь не нужно замыкаться только на своих архитектурных бюро, или на людей архитектурной профессии. Сверяйте свои чувства, я уже не раз говорил с самими жителями. Мнение кубанцев должно быть в основе всех важных градостроительных решений, уверен губернатор. И только тогда станет возможно возводить красивые и удобные микрорайоны. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Маскаленко, Денис Перец и Артем Лычко. Кубань-24, Краснодар. Суды и края отказали в узаконивании более полутора тысяч самостроев. Служители Фемиды сегодня подводили итоги своей работы. Участие в совещании принял и глава региона Вениамин Кондратьев. Одной из центральных тем обсуждения стала борьба с самовольно возведенными зданиями. Сегодня удалось остановить волну хаотичной застройки, однако полностью проблема еще не решена. Активно продолжена работа в прошлом году по борьбе с самовольным строительством на территории Краснодарского края. В целом суды края не допускают ошибок при рассмотрении дел указанной категории, принимают решение о сносе постройки, установив, что объекты возведены с нарушением требований, установленных генеральным планом, правилами землепользования и застройки. Вы уже около 1700 отказов дали на ввод эксплуатации самовольных строений. Это не должно быть такой акции. Вот здесь должна быть принципиальная позиция общая, что больше самостроем в нашем крае нет места. Весь музыкальный микрорайон узаконен судебными решениями. Коллеги, вы же тоже должны быть последовательны. В одном производстве слушается дело о том, чтобы признать его самостроем или нет, а в других производствах признаются права физических лиц на квартиры, еще они там регистрируются. И как потом главе местного самоправления или судебным приставам снести этот доктор? Вы знаете, мы не остановим до тех пор, пока судья, которые принимают такие решения, будут оставаться судьями. Вениамин Кондратьев призвал суды края занять принципиальную позицию и в отношении тех, кто трудоустраивает нелегальных мигрантов. Сегодня в регион прибыли на заработки 65 тысяч иностранцев, из них 26 тысяч так и не получили патенты. Глава Сочи встретился с жителями активно развивающегося адлерского микрорайона. Это территория рядом с птицефабрикой, ГАИ и парком южной культуры. На встречу по традиции были приглашены руководители департаментов и управления администрации, чтобы у горожан была возможность напрямую задавать все вопросы. Вопросы, беспокоящие сегодня жителей района, которые сами его называют «заречным», касаются транспортного обеспечения, благоустройства прогулочных зон, сооружения детских и спортивных площадок, работы коммунальных служб. Микрорайон растет, количество жителей увеличивается. В этой связи люди обратились с просьбой главе города обеспечить маршрут общественного транспорта, который в том числе будет возить детей в школу. Ближайший находится в микрорайоне Блиново. К слову, раньше на улице Голубую ходил 55-й автобус, но его давно отменили. Анатолий Пахомов дал поручение управлению транспорта проработать вопрос общественного маршрута. А если он окажется нерентабельным, сделать обязательно рейс для школьников. Полностью разобраться в плане, сколько деток, какое количество, школу какую, 22-ю ходят. Значит, нужно будет посмотреть внимательно. И если будет действительно это не пешеходная доступность, поэтому нужно действительно автобус туда запускать. Дорожная сеть микрорайона на некоторых участках требует ремонта. Так, в районе улицы Красная Горка и переулка Саратовского, говорят жители, после проведения организациями ремонтных работ асфальт уложили плохо, на претензии не реагируют. Глава поручил недобросовестных подрядчиков призвать к ответственности. А дорога, подчеркнул Анатолий Пахомов, будет отремонтирована в ближайшее время. Давайте поручение дадим. Вот посмотрите, там две улицы, там-то это поселочки. Три и все они в таком состоянии. Но до 1 июня эти дороги сделаны. Немало жителей в микрорайоне имеют подсобные хозяйства. Излишки продукции многие хотели бы реализовывать. И здесь людям могли бы помочь так называемые социальные ряды. Решение этого вопроса было найдено в ходе встречи. Я поручаю главе района выбрать место в районе Магнита и сделать социальные ряды для продажи фруктов, зелени и так далее. Такие социальные ряды мы делаем, и я думаю, что там он напрашивается. Ряд работ по благоустройству проведены в районе, в том числе с участием местных депутатов от партии «Единая Россия» и общественности. Отремонтирована набережная, сделаны детские игровые зоны. Оборудуют в районе по просьбе жителей и малую спортивную площадку. Мне все очень нравится, да, с ребенком очень удобно. Можно много куда пойти, и на набережную, в парк, и на площадку. Все прекрасно изменилось. Газ сделали, сейчас отопление у нас газовое, все хорошо. Получается с каждым годом. В рамках прямого диалога жителей и представителей городских властей ряд вопросов можно решить, отметил в завершении встречи глава курорта. Но основная работа должна проходить в том числе внутри ТОСов с привлечением жителей и представителей районных администраций. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Сочи вошел в десятку лидеров национальных туристических брендов. Исследование было проведено Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». Специалистами были учтены более тысячи объектов. От природных явлений до необычных маршрутов и даже продуктов питания, которыми регионы привлекают своих гостей. Сотни лидеров Сочи и его горный комплекс «Роза Хутор» заняли десятую и тринадцатую строчки соответственно, обогнав такие популярные места, как озеро Байкал, туристический маршрут «Золотое кольцо России» и «Эльбрус». В рамках опроса респондентов спрашивали, известен ли бренд лично им, ассоциируется ли он с регионом и хотел бы собеседник отправиться туда лично для знакомления. Процентную долю положительных ответов на каждый вопрос суммировали, и в зависимости от количества набранных баллов бренд занимал свое место. Впереди Сочи оказались лишь достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, включая знаменитую Третьяковскую галерею, Московский Кремль и Эрмитаж. Всего в топ-100 туристических брендов попали 62 объекта показа, 21 гастрономический бренд, 11 народных художественных промыслов, 5 туристических маршрутов и только одно мероприятие, сообщает газета «Известия». Глава города поблагодарил представителей сочинских СМИ за освещение событийных мероприятий. На встрече с руководителями телевизионных каналов и печатных изданий Анатолий Пахомов отметил и то, что впереди еще много совместной работы. Дефицита в информационных поводах на курорте не будет. Предыдущие 10 дней в Сочи были более чем напряженными. На курорте одновременно проходило три крупных мероприятия, в том числе международных. Это Всемирные военные игры, инвестиционный форум и фестиваль искусств Юрия Башмета. Организаторам пришлось нелегко, но город справился и оправдал оказанное правительством страны доверие. Свою лепту в общее дело внесли и местные средства массовой информации, освещая и рассказывая о значимости данных мероприятий. Самую высокую оценку дал президент Всемирных военных игр, но самое главное, что самую высокую оценку дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И вы знаете, что за ту неделю дважды президент Российской Федерации похвалил территорию. Первый раз он похвалил, когда была у него встреча в Красноярске. Он сказал, что вот видите, мы хотим так, чтобы в Красноярске после универсиады инфраструктура работала так, как она работает в Сочи. Ну и второй раз он похвалил как раз за военные игры, сказал, что на самом высочайшем уровне были в городе Сочи проведены. Обсудил мэр с руководителями СМИ вопросы проведения очередных масштабных мероприятий. 28 марта Фишт примет тестовые соревнования Кубка Конфедерации, не за горами Формулы-1. Ну а перед открытием курортного сезона Сочи проведет уже традиционный для курорта карнавал. И именно от того, насколько полно осветят в СМИ все эти события, во многом зависит, сколько туристов примет этим летом Сочи. Затронули и социальные темы. Руководители средств массовой информации передали Анатолию Пахомову вопросы. С которыми люди чаще всего обращаются в редакции. И к другим новостям. В ночь с пятницы на субботу воды не будет в нескольких районах Сочи. Причина – аварийные ремонтные работы на водоводе по улице Конституция. Таким образом, с 23 часов пятницы до 8 утра субботы без холодного водоснабжения останутся село Верхний Юрт, улицы Пластонская, Кипарисовая, Краснодонская, Труда, Макаренко, Ботаническая, Абрикосовая, переулки Вертолетный, Амбулаторный, котельные номер 3, 14 и 30. В завокзальном микрорайоне, это улицы Чебрикова, Трунова, Титова, Невская и параллельная, возможно, пониженное давление вплоть до полного отсутствия холодной воды. Сочинские старшеклассники расставили свои приоритеты. Сегодня на курорте прошла профориентационная игра под названием «Новый город». Ее задания касались сферы гостиничного сервиса и туризма. Визитная карточка – первая часть конкурса, где участникам нужно вжиться в роль администратора и представить презентацию своего отеля. Команда 26-й школы к поставленной задаче подошла ответственно. Для Елены Герасимовой участие в такой игре не только интересно, но и полезно. Профориентационная игра в Сочи проходит уже в шестой раз. В этом году впервые пришлось проводить районные этапы. Слишком много участников подали заявки. Каждый год новые темы. На этот раз все задания касались индустрии гостеприимства. 2017 год объявлен ООН Международным годом устойчивого развития туризма. Поэтому мы решили назвать наш нынешний сезон город, туризм и сервис. Заявок было очень много, больше 40 заявок. Поэтому мы вынуждены были проводить отборочные туры во всех районах. В финал вышли 10 команд. Они сразились в умениях складывать полотенца в номерах, проводить анимационную программу и экскурсии по городу. Выступления конкурсантов оценивали представители ведущих отелей и гостиниц Сочи. Команды, набравшие максимальное количество баллов, получили дипломы и призы от управления по образованию науки и профессионалов городской туриндустрии. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и продолжаем выпуск. Боярышник и пустырник остались без рецепта. Чиновники отказались от идеи продавать спиртосодержащие лекарства только по рекомендации врача, сообщают известия. Рецептурный отпуск привел бы к дополнительной нагрузке на страховые компании. В Минздраве, где прорабатывался вопрос, сочли, что ограничения объема пузырьков с настойками будет достаточно для победы над аптечным алкоголизмом. От идеи ввести рецепты на спиртосодержащие препараты отказались из-за возможного повышения финансовой нагрузки на страховые компании и поликлиники. Сейчас каждый поход в поликлинику считается как страховой случай. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на волокордин или боярышник посчитали нецелесообразным. Минздрав уже подготовил проект приказа об ограничении объема пузырьков спиртосодержащих лекарств. При этом в ряде аптек уже ввели собственные внутренние ограничения и не отпускают больше 50 мл в одни руки. По данным Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя, россияне выпивают порядка 150-180 млн литров аптечных настоек в год. В Сочи выбирают красу границы. Этот конкурс уже второй год подряд проводят среди сотрудниц прекрасного пола городской службы пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В его ходе девушки выявят лучшую в нескольких этапах, в том числе дефиле, рассказ о профессии и стрельба из стабильного оружия. Этот этап стартовал уже сегодня. Удалось ли красавицам в погонах поразить мишень, узнаем из нашего следующего сюжета. В руках у девушек пистолеты Ярыгина. Такие в том числе сегодня стоят на вооружении у пограничников. Шесть патронов, из них три в зачет. Расстояние до мишени 25 метров. Девушкам советуют забыть обо всем и думать только о прицеле. Но справиться удается не всем. Стоя на огневом рубеже, девушки заметно волнуются. Оружие в руках они держат, конечно, не в первый раз, но вот стрелять в рамках конкурса приходится нечасто. Аня, уроды, вперед. Прапорщик Светлана Горохова признается, участие в подобном конкурсе – опыт для нее новый. Ну или почти новый. В последний раз участвовала в конкурсе красоты в далеком детстве в родном Нижнем Новгороде. Все родственники, все друзья болеют, поддерживают. Действительно, это большой опыт. И как в творческом как-то открыла себя с другой стороны. В плане стрельб, можно сказать, что не знала, что могу так хорошо стрелять. Иногда. На огневой рубеж сегодня вышли 10 девушек. Все они сотрудницы службы в городе Сочи пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Мы проводим это мероприятие в канун 8 марта для того, чтобы показать, что наши женщины и прекрасные дамы не только заботятся о наших семьях, но и вместе с нами в одном строю защищают наши необъятные границы. Стрельба из табельного оружия – это только первый из этапов конкурса «Краса границы». Уже завтра конкурсантки выйдут на сцену зимнего театра. Там им нужно будет в интересной форме рассказать о себе и своей профессии, продемонстрировать свои творческие способности. Еще один этап – это дефиле. Не только в военной форме, но и в вечерних платьях. В нашем конкурсе мы хотим показать, что милые, нежные женщины, девушки, служащие на границе, могут быть еще и целеустремленными, волевыми, исполнять профессиональные приказы. То есть девушки – это сила нашей границы. По итогам конкурса испытаний жюри определит красу границы, первую и вторую вице-миссы и еще победительниц в семи номинациях. Конкурс, говорят организаторы, уже второй год подряд показывает, что красавицы в погонах в нашей стране могут абсолютно все. Инга Габеша, Ольга Десятова, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи взрослые приступают к сдаче ГТО. 5 марта в 10.00 на стадионе «Юность» состоится торжественное открытие зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне среди взрослых». С этого года на всей территории России начался третий этап внедрения комплекса ГТО. Теперь выполнить нормативы и проверить свои силы смогут представители всех категорий населения, вне зависимости от возраста. После торжественной церемонии открытия в воскресенье в 10.00 участники приступят к выполнению нормативов по силовой гимнастике. Свои команды представят работники спортивных школ, районных музеев, кинотеатров и администрации Адлера. В Сочи пройдет финал Кубка России по футболу. Такое решение было принято сегодня в Москве на заседании исполкома Российского футбольного союза. Финал Кубка России состоится 2 мая на стадионе «Фишт». Это будут вторые соревнования, которые реконструированный стадион примет до Кубка Конфедерации. Первый тестовый товарищеский матч сборных России и Бельгии состоится 28 марта. Сейчас на арене завершаются работы. Она рассчитана на 45 тысяч зрителей. Напомню, 1 марта «Фишт» посетила инспекционная комиссия FIFA. Это пятая по счету контрольная проверка стадиона. Члены комиссии заявили о том, что все сроки соблюдены и готовность объекта к матчам не вызывает сомнений. Сочи примет чемпионат мира по керлингу среди глухих. Он состоится с 5 по 12 марта на многофункциональной арене «Ледяной куб». Чемпионат пройдет под эгидой Международного комитета спорта глухих и Сурдолимпийского комитета России. В соревнованиях примут участие 18 мужских и женских команд из 12 стран мира. Венгрии, Канады, Китая, Польша, Россия, США, Словакия, Украина, Хорватия, Швейцария, Южной Корея и Японии. Всего будет разыграно два комплекта наград среди женских и мужских команд. Керлинг – сравнительно молодая дисциплина спорта глухих. Впервые в программе соревнований он появился в 2007 году на зимних Сурдолимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. В 2013 году на мировом форуме в Швейцарии женская сборная России сенсационно стала победителем соревнований, а мужская – вице-чемпионами мира. Столь же успешно российские команды выступили в 2015 году на зимних Сурдолимпийских играх, где женщины стали чемпионками, а мужчины – обладателями бронзовых медалей. Церемония открытия чемпионата мира по керлингу состоится 5 марта в 14.30. Вход на церемонию свободный. Российские велосипедисты проведут гонку на Сочи-автодроме. 6 марта там пройдут всероссийские состязания по велогонкам. На гоночной трассе состоится мужская групповая гонка, в которой примут участие около 100 велосипедистов из разных регионов России. Всего на старт выйдут порядка 20 команд. Спортсмены должны будут преодолеть 19 кругов по гоночному треку. Велогонщики выйдут на Сочи-автодром впервые. Ранее гонки проводились по городским маршрутам. Еще одна мужская велогонка в статусе всероссийских соревнований на Сочи-автодроме пройдет 10 марта. И дистанция составит уже 22 круга. В течение же сезона велогонщиков ждут еще более 300 стартов по всей России. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже можно найти на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.